Мне кажется, что для настоящего мужчины все пункты из вышеперечисленных, которые ты пишешь, будут просто не важны. А ты просто жлоб. И все. Так, а теперь прочитаем. Первое, чужие дети никому не нужны. Второе, нет смысла вкладывать деньги в чужого ребенка. Третье, постоянно будет в отношениях мелькать бывший муж. Ну да, для настоящего мужчины это не важны. Такие пункты. Ребята, всем здорова, Саныч, на связи. Я вам сейчас даже перечислю примерный пункт, чтобы сразу за чайчик. Типа жлоб, козел, не мужик, не настоящий мужчина, подонок, сволочь. Там еще куча разных этих. Ты, наверное, гей, тебе бабы не дают, у тебя не стоит, или плохо стоит, или вообще не стоит. Или у тебя маленький, кстати, забыл, короночка, маленький. Вот это вот все я десятки раз слышал, ребята, и еще буду слышать от чайчика. Когда им высказывают подобные вещи. И в чат рулетки, и в жизни, когда такие попадаются. Ребята, вот честно сказать, я все-таки умею находить женщин, потому что мне вот такие вот попадались, но реже. Ну, потому что, как бы, вот это вот все подноготное, она видна еще на подходе только к ней, да, типа там, а у меня ребеночек есть, я же его с собой на свидание возьму. Ну, и, как бы, если для тебя это было не сигналом, что с ней связываться не надо, как бы, тогда, братан, это твои проблемы. Вот, надо их выбирать более-менее, как бы, тщательно, блин, когда она тебе, я знаю, а что ты только мне подарочек принес, да, ты знаешь, а ребеночка моим тоже по подарочку. Да я и тебе ничего приносить не собираюсь, каким еще ребеночком ты что гонишь? Ты мне будешь приносить подарок на свидание. Вот это, вот это вот философия Саныча, ну, кто не хочет с ней мириться, ну, ничего страшного, переживете. Субтитры сделал DimaTorzok